В Ненецком округе участились случаи ввоза коронавирусной инфекции из-за пределов округа. За последнюю неделю таких случаев стало фиксироваться в два раза больше, чем за предыдущую. Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. Власти вынуждены были организовать в пунктах прибытия в округ посты эпидконтроля. В первый день работы такого пункта в аэропорту Наринмара побывала наша съемочная группа. С 21 июля в Ненецком округе открылись посты эпидконтроля в аэропорту Наринмара и в трех сельских поселениях – НИСИ, ОМИ и Пёше, имеющих прямое авиасообщение с Архангельском. Эпидконтроль вводится также на причалах барж, прибывающих из коми республики. Соответствующее решение было принято накануне на заседании оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции. Эта мера направлена на защиту населения Ненецкого автономного округа от завозной инфекции. С той инфекцией, которая распространяется внутри округа, мы прекрасно справляемся, у нас здесь проблем нет. У нас есть прогнозы, у нас есть программа лечения жителей, которые болеют. А вот люди, которые приезжают к нам, мы не можем прогнозировать, сколько человек из них приедут с коронавирусной инфекцией. В первый день работы эпидконтроля наша съемочная группа встречала пассажиров рейса, прибывшего из Москвы в аэропорт Наринмара. Прибывающим в регион гражданам необходимо предъявлять документы об отсутствии COVID-19. Это может быть сертификат о перенесённом заболевании, который формируется на портале госуслуги, сертификат о законченной вакцинации или результат ПЦР-тестирования, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в регион. Справка о наличии антител не входит в данный перечень. Она не будет учитываться в качестве документа, подтверждающего отсутствие COVID-19. Безусловно, правильно то, что сделали, то, что ввели в вакцинацию и сертификат, и то, что нужно сдавать ПЦР-тест по прилёту, потому что это предотвращает распространение коронавирусной инфекции и защищает наших близких и родных от такой страшной болезни. Я сама являюсь врачом, к вам приехала в гости с Москвы. Насчёт вот этих всех контрольных тестов, я к этому отношусь очень положительно. Я сама прошла вакцинацию, потому что очень-очень много, к сожалению, людей, которые заболевают. И поэтому вот этот контроль, который здесь проходит, я считаю очень важным, потому что, чтобы люди дальше не распространяли инфекцию и все были здоровы и счастливы. Предъявляемые в пунктах прибытия документы также проверяются на соответствие их подлинности. Потому что и в нашей стране, и в Ненецком автономном округе есть случаи, когда предоставляются справки поддельные. Выявляют подлинные справки сертификаты сотрудники ОМВД России по Ненецкому автономному округу в ходе оперативно-профилактических мероприятий. За данное преступление человек, который приобрёл или изготовил липовый сертификат, понесёт уголовную ответственность. Гражданин, приобретая и используя подтверждающий вакцинацию документ, несёт ответственность, согласно части 5 ст. 327 ГК РФ, где предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов или арестом на срок до 6 месяцев. При изготовлении сертификата о вакцинации предусмотрена ответственность, согласно части 1 ст. 327 ГК РФ, наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. В аэропорту Наринмара также организован пункт ПЦР-тестирования для тех, кто прилетел в Наринмар без соответствующих документов. Тесты платные. Оплатить их можно только по безналичному расчёту. Наша съёмочная группа стала свидетелем того, как один из пассажиров был готов пройти тестирование в зале прилёта за наличку, но не смог. Получил предписание об изоляции. Результаты теста после забора материала в аэропорту будут готовы уже на следующий день. В связи с введением эпид-контроля для прибывающих в округ глава региона дал поручение профильному ведомству снизить стоимость теста с 1400 рублей до 1000. Об этом он написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.